ДиДжей Феникс и группа M-Band ДиДжей Феникс Настоящее имя диджея Александр Мамонов Российский диджей, музыкант За 10 лет работы отыграл на всех культовых площадках России и стран Европы Работал на одной сцене с мировыми звездами В настоящее время Феникс ведет активную работу по записи новых треков Артем Пиндюра Артем Пиндюра покорил не одно женское сердце На кастинге в шоу Хачук Меладзе юноша из Киева прочитал рэп и сорвал оглушительные аплодисменты Судьи тоже не смогли устоять Но ближе всех Пиндюра оказался Тимати, который пригласил его в свою команду Анатолий Цой, 25-летний, житель Алматы, пришел на кастинг вместе с Кириллом Андреевым Участником Иванушек Интернешнл Благодаря своим вокальным данным Цой зарабатывает с 14 лет На шоу Хачук Меладзе попал в команду Анны Седоковой Никита Киоса Самым юным подопечным у Константина Меладзе оказался Никита Киоса Впрочем, группа М-Бэнд не первая ступенька для юного музыканта из Рязани Никита уже успел выступить на детских версиях Евровидения и Новой Волны Попал на шоу благодаря Сергею Лазареву Вот такой мужской состав решил бросить вызов очередному квесту от клаустрофобии Как у них это получится, узнаем в конце выпуска Просто оставайтесь на нашей чистоте Привет, всем привет Приветствуем, привет, привет и привет Ребят, я начну с такого странного вопроса Любите ли вы музеи, часто ли вы в них ходите? Ну я давно на самом деле был в музее Но если... А нет, мы с Толиком были недавно в Киеве В музее на родине мать, который находится Да, клевая тема А я в Питер попал недавно, в конце камеру Как? Ну так, прикольно Кстати, я в музее или просто? Это какая-то бар был Самый последний музей, который я посетил К сожалению, без пацанов они устали, отдыхали Я все-таки набрал сил, пошел в Ижевске Посмотрел музей Калашникова Вообще просто крутяк Пострелял даже Пострелять Вообще, наверное, самый крутой город Где тир, понимаешь, приходишь Выбираешь любое оружие, которое ты хочешь Единственное, проверяют там права Ну это вместо справки О том, что ты здоров и с тобой все нормально Что ты не будешь сейчас по людям стрелять Вот, и паспорт Ну и я реально пострелил Я пострелял, это прям очень круто Парни, в общем, сегодня вы хотите, не хотите Посетите музей в роли даже грабителей По легенде квеста Наша тема Что-то периодически так где-нибудь Темное прошлое просто вспоминается Сегодня, в общем, вы ограбите должный музей У вас был сообщник, который был представлен там в музее уборщиком Он вам оставил несколько подсказок Ими можете пользоваться Для начала вручу вам вот такой фонарь Который пройдется в самом начале Ответственность за него Собственно, если вы готовы Разобрались Если вы готовы, мы можем начинать Открывай дверь Сегодняшний квест называется Музей современного искусства Группе M-Band вместе с диджеем Фениксом Предстоит украсть самые ценные экспонаты И выбраться незамеченными Я просто осматривал незавиданные территории В 2010 году Одинокий грабитель проник в Парижский музей современного искусства Разбив окно и взломав замок Затем он надел маску и вырезал картины Пикассо, Матисса, Модельяне и других израм Общая стоимость украденных картин, которые так и не были найдены Составила сотни миллионов евро Ограбление склада произведения искусства в Нью-Йорке в 1987 году Возможно является самым дерзким из всех преступлений в этом списке Так как это ограбление было организовано самим владельцем склада В попытке надуть страховое агентство на 18 миллионов долларов В декабре 2002 года грабители использовали лестницу Чтобы подняться на крышу музея Винсента Ван Гога в Амстердаме И украсть две картины общей стоимостью в 30 миллионов долларов всего за несколько минут ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саш, ну чувствуешь ты себя грабителем? Ощущаешься? Я нет, я себя чувствую танцором диска Парни что-то уже сделали Крутой эквест на самом деле Единственное, не все сразу у нас получается Но я думаю, что мы выйдем отсюда и выберемся Очень быстро Мы очень быстро уже пришли сюда У нас уже есть ключ Мне кажется, это откроет дверь Надо попробовать Никита, что тебе рассказ? Я пытаюсь открыть маленькую дверь Что в наушниках говорят? В наушниках какая-то классическая музыка Она вернется Классика наша На самом деле я вообще не квестовый человек Я люблю, люблю, наблюдаюсь Я нашел откуда Откуда Наш ключ Получается? Да Ее Я что-то вскрыл Там что-то есть? Там проход есть? Ух ты Здесь кажется был росомаха Порвал трубу Там есть проход? Да Здесь есть фен И черный квадрат Малевич Я думаю, что картину можно снять Посмотреть Смотри Тут есть фен Тут есть розетка Да Это говорит о том, что фен нужно подключить к розетке однозначно Не делеза, влазь Я так думаю, да? Давай проверим Тут нет Тут нужно работать Давай А, может быть, чтобы это вызвать замыкание И тогда Включай Они ушли, но так и не вернулись Саш, ну как теперь быть? Я теперь один МБН Мы потеряли МБН Девчонки О, нет В 2003-м четверо мужчин, притворившихся туристами Проникли в замок Друмларинг в Шотландии и выкрали Мадонну Картину Леонардо да Винчи при помощи обычного топора Они пригрозили убить гида топором, а затем стащили картину со стены и скрылись через окно Сам рисовать умеешь? Да, как, знаешь, могу нарисовать, знаешь, вот такой круг, короче, пару палок и получается такой человек Вот так я и рисую, да Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok Ура! Так, ну что, мы выиграли браслетики, ребята. Все, парни, поздравляю. 45 минут, отличное время. Кстати, пожму ваши руки. Профессиональные грабители, как вам квест, как впечатление? Как в что, где, когда. В общем, базать сразу и квест. Да-да-да. Очень крутой и интересный квест. И прикольно то, что можно было полазить везде, как в реально. Все очень хорошо, очень интересно. Прям завораживающая такая игра, командная. И было все прям интересно. Вот прям получилось почувствовать себя в музее грабителей. Я почувствовал себя хакером, только что вводя код. Просто мы сидели и подбирали их, да. Прикольно. На самом деле, да. Ощутили себя профессиональными грабителями прям. Грабили 4 браслетика. Нормально вообще? Игра стоила свеч. Ребята, это был Квест Лайф у группы M-Band DJ Phoenix. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин